Следующий год засушливым не будет, а в 2024 может случиться катастрофическая засуха. Такой прогноз сделали в Гидромедцентре. Как связан дождь, Днестр и пересохшие колодцы, рассказывает Светлана Мартынюк. Приднестровский Гидромедцентр постоянно следит за уровнем воды в Днестре. Замеры делают от грушки до незавертайловки. И о том, что река милеет, специалисты сообщают буквально каждое лето. Днестр питается за счет дождей и снега. Но этот год запомнится тем, что еще зимой начали говорить о засухе. Снега почти не было, мало было и весенних дождей. Прогнозы на будущее пока тоже не очень хорошие. Настораживает то, что мы видим синаптическую перспективу. То есть то, что у нас сейчас складывается в Верховье Днестра, и она неположительная. То есть на данный момент я не могу сказать, что там подпитка Днестра будет. Пока перспектив нет. И надо готовиться к более такому негативному варианту развития события. Недавно в гидромедцентре завершили большое исследование. И вот что выяснили. Оказывается, засухи цикличны. И вскоре у нас может повториться катастрофический сценарий 2020-го. Два года назад урожай на полях без полива просто высох. У нас есть двух и четырехлетние циклы. То есть двухлетние в этом году себя полностью оправдывают. Вы, я надеюсь, в этом согласны. Но более серьезный и более такой коварный – это четырехлетний. То есть мы можем сейчас однозначно сказать вещь такую, что следующий год будет лучше, чем этот для сельского хозяйства, для Днестра. Но то, что касаемо уже 2024 года, там уже будут более серьезные последствия. Долгожданный дождь обещают у нас к концу недели. Но где и как он выпадет, прогнозу не поддается. В таких случаях метеорологи говорят – осадки ждем местами. На прошлой неделе так уже случилось. Атмосферный фронт с дождями и тучами шел с севера на юг республики. Разразился грозой над Рыбницей, а потом растворился. Погода снова преподнесла сюрприз. Это уникальное явление. При подходе перед Террасполем фронт полностью распался и обострился уже южнее нас в районе Гагаузии, где дал очень сильные осадки, связанные даже со стихийными бедствиями. Это для нас такое впервые. Специалисты заметили – во многих приднестровских селах из колодцев исчезает вода. Чем дальше подземные воды от Днестра, тем быстрее источник иссушается. К концу лета вода, как правило, возвращается. Сейчас Днестр почти достиг рекордного падения уровня воды. Этого пока не допускают на Дубоссарской ГЭС. Там сбрасывают воду, чтобы ниже по течению Днестр не обмелел полностью.